У нас остались 10 вопросов к вашему куратору и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Веры. Это мужчина. Хорошо. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Веры. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Прекрасное место для встречи. Приветствую здесь всех присутствующих. Приветствую. Рад очень этой встрече. Глаза в глаза, душа в душу. Вы можете называть меня Гелий. Гелий. Приветствуем вас, уважаемый Гелий. Вы куратор? Я куратор. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили недавно чистку вашей подопечной и сегодня проводили ее проверку. Она чистая. Мелкие нюансы. Мы указали, как правильно это все делать. И вот остались 10 вопросов, которые Вера хотела бы задать вам. Будете ли вы так любезно, уважаемая Гелия, ответить на эти вопросы? Спешка, спешка до хорошего не доведет. Продуктивной и глубокой работы не принесет. Конечно, я отвечу на все вопросы. Золотые слова. Душа должна сгармонизироваться и успокоиться. Только сбалансированные энергетические центры защитят и дадут уверенность. Благодарю вас, уважаемый Гелий, за эти очень интересные и правильные слова. Первый вопрос. Откуда моя душа? Твоя душа солнечная. Именно поэтому в тебе много хаоса и всплесков, которые ты никак не можешь научиться отстранять от себя и уничтожать лишние выбросы. Мы приветствуем на этом месте представителя Солнца, звезда Солнца. Мы очень рады видеть вас в нашей комнате диагностики, уважаемый Гелий. Благодарю за это приветствие. Нам очень приятно присутствовать здесь. И нам приятно, что эти энергии вам по душе нравятся. Идем дальше. С вашего позволения. Второй вопрос. Сколько было воплощений у меня на Земле? На Земле 7. Благодарю вас. Остаемся на теме воплощений. Третий вопрос. Какое предыдущее воплощение у меня было на Земле? Кем я была в прошлой жизни? Я курирую сегодняшнюю жизнь, но я посмотрю любую предыдущую. Это не значит, что это будет последняя. Та, которая откроется и будет представлена на сегодняшней встрече. Это планета Земля. Римская империя. Гладиаторские бои. Или же цирк для вышестоящих. Мужчина, женщина. Секунду. Это мужчина. Проявление силы. Целеустремленность и жажда победы. Физически здоровый и уверенный в себе. Он был гладиатором? Да, нравилось получать овации и призы. И как? Сколько он прожил? Он был наемником, гладиатором. Наемником, да. Там были такие. Он не был рабом. В тщеславие вижу. Радость от побед. Признание толпы. Какой вопрос вас интересует в этой жизни? Чтобы закончить этот вопрос. Сколько прожил этот человек на Земле и какой опыт взял с собой? Может, семья была еще? Какое-то осознание пришло? Прожил 56 лет. Осознание пришло. Забытости и забвения. Срок гладиатора короток. Физические силы не вечны. А люди, которые рядом, проходят многое в терпении и забытье. Была женщина рядом. Жена. Но из-за эгоизма прогуливал полученные средства. Многие знали его. Его тешила знаменитость. Узнавали на улицах и в местах, куда он ходил, чтобы выпить и получить какие-то удовольствия. Когда стал слабеть и получать раны, стал понимать, что толпа стала против него и радовалась за другого молодого гладиатора. И вот здесь пришло осознание. И вот здесь посмотрел вокруг на людей, которые были рядом и шли рядом всю его жизнь. Просил прощения у своей жены. Понял, что жизнь коротка. И чувства, эмоции, тщеславие и жизнь для других, по правилам другим — это всё прах. Тлен. Доживал свою жизнь в спокойствии, принятии с этой женщиной. Что ещё вас интересует? Я просто фильм сейчас посмотрел. Пока вы рассказываете, я всё это вижу. И у меня вопросов никаких не осталось. Слава и тщеславие — это иллюзия. После вкуса, когда человек познает, это оно довольно горькое. Но очень приятно было услышать, что человек сделал правильные выводы и извинился, признал какие-то определённые ошибки. Вопросов больше нет, уважаемый Гиле. Благодарю вас за этот ответ. Можем идти дальше. Я могу лишь добавить, что человек жил в иллюзии. И лишь к концу жизни понял настоящее чувство и цели. Спокойствие и баланс. Не иллюзорный, а глубокий и устойчивый. Продолжайте, пожалуйста. Благодарю вас, уважаемый Гиле. Идём дальше. Четвёртый вопрос. Какое моё предназначение сейчас на Земле? Любая душа проходит свой опыт. Учитывая прошлые жизни, не нужно забывать глубину своей души. Жизнь по душе, радость и уверенность в себе от правильно сделанного выбора. Жизнь на Земле. Это я бы назвал загадка. Вас ставят перед принятием решения. И вот здесь происходит самое важное, для чего вы пришли на Землю. Ваш выбор, каким он будет. Что управляет вами, делая этот выбор. Это самое главное, понимать, что душа согласна с вашим выбором. Тогда на Земле будет доброта и мир, а не тщеславие и жизнь для других на показ, собирая мелкие энергии и выгоду для себя. Правильные решения, принятие их и согласие с самим собой — это самое главное, для чего душа приходит на Землю. Именно так душа приходит к осознанности, делая правильный выбор и оставляя чистоту за собой. И я закончил. В согласии со своей душой. Я благодарю вас, уважаемый Гелий, за эти замечательные слова. Продолжаем дальше. Мы остаёмся. Тема предназначения. Пятый вопрос. Выполняю ли я своё предназначение? Как я уже сказала, предназначение души, тем более солнечной, — это идти правильным путём, дарить свет и жить в балансе с самим собой внутри, делая правильный выбор. Как ты считаешь, делаешь ли ты правильный выбор или перешагиваешь через свою душу, выбирая комфорт? Это то, что ты сама должна проработать и ответить. Конечно, ты идёшь определённым путём. Насколько можно сделать его более качественным и продуктивным, зависит от тебя. Насколько хочешь ты повернуться к своей душе, узнать её и радоваться вместе с ней, — это решать тебе. Насколько честна ты сама с тобой, — это решать тебе. Я лишь даю точке преткновения, от которых тебе отталкиваться. Насколько качественно будет развиваться твоя душа, — решать тебе. Продолжай, пожалуйста. Шестой вопрос. Она остаётся на этой теме. Что мне нужно поменять в моей жизни, чтобы идти по назначению? Твоё назначение — это твоя доброта. Это солнечные энергии, которые ты несёшь в этот мир. Эти солнечные энергии не должны беспокоить тебя или окружающих. Как ты ими распоряжаешься, от этого будет зависеть твоя жизнь, влияние окружающих и твой внутренний мир. Твои энергии солнечные золотые, естественно, излучающие энергии, как солнце. Твой внутренний стержень очень похож на солнце. Золотые с белыми отблесками. Насколько они гармоничны, настолько гармонична твоя жизнь. В гармонию приводишь их только ты. Если ты живёшь в хаосе, твои солнечные энергии всплескивают и распространяются всплесками вокруг, на окружающих тебя людей. Когда ты не в балансе и не в гармонии, ты несёшь хаос и вредишь в первую очередь себе, а потом остальным. Именно для этого тебе нужно провести работу над ошибками и понять свои внутренние состояния, попробовать увидеть свои внутренние энергии, сгармонизировать их плавность, гармония, баланс и всё, что с этим связано, помогут тебе в гармонизации и равновесии внутренним. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Гелий. Седьмой вопрос. Как я больше всего теряю зря энергию и каким образом я могу набирать и восполнять энергию для реализации задач на Земле? Рутина, хаос, лишние мысли, мысли о других. В первую очередь тебе нужно привести в баланс своей собственной энергии, гармонию и равновесие. Как я сказал выше, этому помогают дыхание и какие-то плавные телодвижения в виде танцев, йоги. Не резкие движения, а очень плавные, гармоничные, где твоя душа находится в глубине и работает наравне с умственными спокойствами, с умственными способностями. Я имел в виду, делая эти упражнения дыхательные или физические, твоя умственная составляющая должна быть в гармонии с душевной. В голове не должно быть хаотичных мыслей, как тебе поступить, куда тебе побежать, кто тебя ждет, кто прав, кто виноват. Этого не должно быть в голове. В голове должно быть понимание, что ты делаешь это вместе со своей душой, приводя в гармонию свой внутренний мир. Только в гармонии внутреннего мира ты сможешь принимать правильные решения, раздвигая хаос и рутину. Ты сможешь идти с глубоким пониманием себя, ситуации, быть сильной и уверенной. Как, где взять энергии на это? Твой внутренний запас, твой стержень солнечных родных энергий не должен всплескивать или же гореть, чересчур ярко сжигая все на своем пути. Представляй свои энергии, как золотые. Золотые энергии, переливающиеся, как ртуть. Ведь золото может быть холодным и текучим. Найди для себя комфортное состояние. Насколько ты выплеснешь и покажешь свои лучи, зависит от тебя. Научись получать гармонию от внутреннего стержня. Где брать энергии, тебе показали сегодня. Твой внутренний стержень – это твой дух, душа и запас необходимых для жизни энергий. Научись гармонизировать их, как я уже сказал, представляя цвета и состояние. От солнечного яркого к золотому, твердому, гибкому, холодному, неизлучающему лучи. Почувствуй, что тебе приятно, в каком состоянии ты чувствуешь гармонию, в каком состоянии твои мысли работают наравне с душой, в балансе с душой. Именно таки, в каком состоянии принимай решение. Нейтральном, правильном. Есть очень хорошее выражение «вспылить». Это негативно влияет на тебя, так как вместе с этим ты выплёскиваешь энергии, которыми сжигаешь себя и окружающих. Теперь ты это понимаешь. Но люди вокруг тебя, они знают, что ты солнечная душа и почему так жарко от тебя. Научись контролировать свои внутренние энергии, зная от них, зная их в глубину. Благодарю. Благодарю вас. Я хотел ещё себя сам поправить. Я сказал, умственная способность, умственная активность должна быть сведена к нулю для того, чтобы достичь этого состояния безмыслия. Для того, чтобы уметь просто слышать, что тебе говорят, если ты посылаешь какой-то запрос. В этом же состоянии замечательно заправлять себя энергиями, освободив голову от всего этого. И точно так же можно общаться в этом состоянии со своей душой. Вот это состояние безмысленно, именно это и есть, и та активность, о которой я хотел сказать, но неправильно выразился. Я благодарю вас, уважаемый Гелий. И я благодарю тебя за это дополнение. Идём дальше. Восьмой вопрос. Что мне нужно делать, чтобы сохранить счастливую семью? Начать с себя. Позаботиться о себе. Когда ты будешь внутренне сбалансирована, как я уже сказал, а не хаотична, с выплеском энергии, горячих и неприятных, тогда энергии окружающих тебя, людей, потянутся к тебе. Ты станешь интересна. Твоя глубина будет видима в твоих глазах. Это не будет поверхностный лоск. Это будет глубина твоей души. Спокойная, уверенная, дающая своё тепло. Когда нужно. Начни с себя. Это мой ответ. Благодарю вас. Девятый вопрос. Как я могу помогать душе моего сына? Я ещё раз повторюсь. Только внутреннее спокойствие и глубина познаний своей души, баланс и внутренняя равновесие помогут твоему ребёнку расти уверенным и уравновешенным. Если ты будешь хаотична, ребёнок будет хаотичным в твоих энергиях, излучаемых тобой. Выбери правильно приоритеты. Первое — это твой внутренний баланс и спокойствие. Второе — это благосостояние душевное и физическое твоего сына. Как мать ты несёшь ответственность за него, защищая его, его духовное развитие в том числе. Благодарю. Благодарю вас. Последний, десятый вопрос. Какие мои таланты и какие советы можете мне дать в настоящий момент в моей жизни для их развития и счастливой жизни? Я бы хотел показать тебе два разных человека. Один нейтрален, уверен, сбалансирован и понимает своё внутреннее состояние. Люди вокруг него питают эти вибрации, им приятно находиться рядом, они тянутся к такому человеку. И второй человек, который хаотично задёрган, смелённым мыслей в голове, который не знает, за какую мысль хвататься, выплёскивает низковибрационные энергии, ненужные ему и другим. От такого человека хочется спрятаться, найти спокойствие и ограничить общение. Подумай, каким человеком ты хочешь быть. Всё в твоих руках. Работа над собой — это и есть путь к осознанности души. Именно такой совет я тебе дам. А теперь дай мне твои руки. Я бы хотел, чтобы ты прочувствовала энергии Солнца, как они могут менять свою температуру от холодного к тёплому. И дальше по шкале градусов поднимать температуру с нижней чакры, поднимаясь вверх по энергетическим центрам, текёт твоя золотая энергия, думая о ней, визуализируя. Сейчас она как лава, но более золотого цвета. Ты же можешь расширять её, выдвигая лучи за границы своего тела. Но я советую тебе делать это, когда ты поймёшь свою внутреннюю температуру, гармоничную для тебя. Постоянный всплеск солнечной активности никому не приятен. Поэтому нейтральное, тёплое состояние уравновешенности и гармонии будет в самый раз тебе и твоим окружающим. Всё готово. Твой стержень активирован. Он жив и вибрирует внутри тебя. Во всех твоих энергетических центрах, включая ладони, которым ты можешь лечить и защищать, в том числе своего ребёнка. Отлично. Благодарю вас, уважаемый Гелий, за активацию стержня веры. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую знают уже на солнце. Безусловно, каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определённый подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть только на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Гелия, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок. В знак благодарности за его помощь, своей подопечной, за этот его визит в нашу комнату диагностики и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Какой великолепный подарок. Я чувствую солнечные энергии в этой корзине. Не обошлось без солнечных лучей. Безусловно, нет. Я бы хотела дать один маленький совет на прощание. Не забывай о балансе ума и души, конечно же, физического тела, так как вы живёте в биоработе. Время и количество мыслей, уделяемые телу, должны совпадать с духовным развитием и внутренним балансе. Иначе тебя будет перетягивать в одну из сторон. Умственное, где миллион вопросов. Физическое, где слишком много уделяется. Красоте и духовное, где духовное развитие несёт равновесие, уверенность и баланс. Всё это должно быть сбалансировано. Все три составляющие. Только в таком балансе твоя жизнь обретёт другой смысл. И твои энергии перейдут на другой уровень вибраций. Внутренняя энергия притянет к твоих любимых людей. Но эти энергии дадут силы и уверенность людям рядом, а не хаос и пожар. Благодарю за то, что вы слушали меня. Благодарим вас за эти слова, уважаемый куратор Гели. Мы не прощаемся. Мы говорим до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе мы снова встретимся. Желаем вам всего наилучшего. И передавайте обязательно на этом месте привет замечательной звезде Солнце. Всем кураторам, которые хотят пробудить своих учеников, своих подопечных. Мы будем рады всех принять, до кого достучатся кураторы. И со своей стороны готовы открыть, убрать им преграды, лежащие на их пути. Открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Я благодарю вас за эту встречу и за приглашение. Во благо. До скорых встреч, уважаемый куратор Гели. До свидания. До свидания. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Вера, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Да, бесподобная встреча, волшебная. Очень затронула мою душу. Работайте над собой, будет вам дано. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Веры в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Она благодарит за эту встречу и говорит, что я по-новому себя увидела со стороны. Во благо. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Поднимайся в комнату диагностики. Поднимайся в комнату диагностики. Поднимайся в комнату диагностики. Продолжение следует...